Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Личность сфрустрирована, после длительных отношений без доверия с гиперконтролем, нет мечты, нет целей, пустота внутренней начал. Каждый день задавался бы вопрос, чего хочу, чтобы хоть как-то раскачать свои желания. Дорогие эксперты, какие еще действительные методики можете посоветовать, чтобы снова научиться слышать себя и мечтать? Мне кажется, Антон, что вы задаете свой вопрос не совсем корректно. Дело в том, что методики, если их и применять, то применять лучше всего в первую очередь за специалистом, потому что самому себе вы можете не навредить. Вот, это первое. Второе. Вызывает вопрос ваша формулировка. Личность сфрустрирована, после длительных отношений без доверия с гиперконтролем. Это похоже на интеллектуализацию, к сожалению, потому что термин и то, что вы говорите, я понимаю хорошо, но я сомневаюсь, что вы отдаете себе отчет в том, что имеете в виду, используя такую формулировку. Иными словами, фрустрированность личности здесь не проявляется. Вот именно в вашем тексте. Если я фрустрирую, то я всегда знаю, чего я хочу. И знаю, что я не могу этого получить. Вы здесь говорите о подавленности. Это другое. Мне фрустрация. И, соответственно, если мы говорим о подавленности, то я понимаю, почему вы не знаете, чего хотите. Все довольно просто, а именно вы вытеснили свои числа. И вы совершенно правы в том, что спрашивать себя о том, чего я хочу в данном конкретном случае. Бесполезно. Потому что вы подавлены. И вот та самая пустота, которую вы описываете, это и есть ваша подавленность. И для начала вам нужно начать эту пустоту проживать. То есть проживать ту травму, очевидно, которую вы получили в отношениях. Тут правда еще нужно выяснить, каким образом вы в этих отношениях оказались и почему из них не вышли. Потому что вполне может быть такое, что вы созависимы. А созависимость, созависимость это уже не просто отрыв от своих чувств. Как это происходит, например, сейчас. А созависимость это более сложная история. Более сложная, скажем так, комплекс проблем, с которыми человеку приходится сталкиваться. В частности, речь идет о потребности в контроле, желании быть сильнее, чем я есть на самом деле. Болезненные потребности спасать и так далее. Здесь, конечно, многое зависит от страны. То есть не совсем понятно, с какой страны вы находитесь или находились в отношениях. Но в любом случае подобные отношения – это травма. Вот. И, соответственно, так просто на вас все отпустят, если ее не прожить. Поэтому начинать здесь нужно с вашего рассказа об отношениях в первую очередь. И начале проживания чувств. Проживание всех тех реакций, которые у вас за это время накопились. Проговаривание, в том числе, этого. И так далее. И уже тогда, после, ну, после этого, я думаю, что... Чувства ваши начнут потихонечку возвращаться. Сейчас, мне кажется, вы просто переполнены эмоциями. Ну, естественно, мне не нравится, точнее, настораживать то, что вы говорите, раскачать свою личность. Своё желание раскачивать. Вот. Это не очень хорошая история. Далее. Вы говорите, нет мечты, нет целей. Здесь важно отметить следующее. Что подобное состояние так просто не возникает. То есть это не возникает на ровном месте. Это возникает, когда у вас, скорее всего, изначально были проблемы с структурированием своего жизненного пути. Некая неопределенность, может быть, некая такая импульсивность. Вот. Потому что, судя по вашей фотофотографии, вы производите впечатление человека как раз таки эксклюзивного, такого несколько экстравер... экстраверсивного, экстраверсивного. Вот. И, в общем и целом, я думаю, что раньше вы себя слышали не очень хорошо. Просто, может быть, вам было раньше это привычно, скажем так. Ну, в смысле, в смысле, может быть, вы так жили всегда и вам было нормально так жить. Может быть. Что-то еще. Ну, происходило. Так сказать, однозначно, на мой взгляд, здесь и сейчас, конечно, нелегко. Но, совершенно очевидно, что... Совершенно очевидно, что работать в этом направлении вам необходимо. Вот. Как мне видится. То есть, дело здесь заключается... не в методиках каких-то, а именно в работе над собой более глобальной. Вот. Вот это очень важно понимать. А вы думаете, что вот сейчас какие-то методики услышите, и сразу у вас все будет хорошо? Хорошо. Что я рекомендую? Во-первых, заметите, вам нужно заметить и описать чувство пустоты. Далее пойти в эту пустоту и заметить, что в ней. После вербально выразить, как вы ее ощущаете. Следите за ее развитием. Когда вы начнете ее выражать. Сейчас это самый главный момент. Чтобы я еще предложил это рассказать историю ваших отношений. Если не хотите, например, о психологу рассказывать. Ничего. Ничего. Расскажите просто самому себе хотя бы на пленку. То есть, ну или на диктофон. Вот. Такое вот усказывание получилось. Да, на пленку. Хотя пленок сейчас ни у кого скорее всего еще нет. Запишите на диктофон свой рассказ. Вот. Но рассказывая, будьте внимательны к тому, что вы чувствуете, когда рассказываете. то есть, замечаете все свои эмоции, все свои чувства, которые возникают при рассказе. Ну вот. И говорите о них. Говорите о своих чувствах. То есть, иными словами как? Начинаете рассказ, а потом просто следуете за своими переживаниями. Вот это, на мой взгляд, те пути, по которым вы можете пойти для того, чтобы добиться своей задачи. Я не очень понимаю, правда, почему вы хотите это делать. Настоятельно. Я напомню, что есть большой риск вреда самому себе. Есть большой риск того, что вы не сможете помочь себе сами таким образом. И отсюда у меня вопрос. А действительно ли вы хотите решить какую-то свою проблему? Удачи вам. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на самую работу. Удачи вам. Всего самого доброго.